Всем привет любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу, куда мог перейти Руслан Мариновский, будут ли переноситься матчи украинских команд, очередном трансфер на выход в Динамо и многом другом. Друзья, перед началом видео я хочу порекомендовать вам надежного букмекера, а именно париматч. Там всегда надежные выплаты и есть на что поставить. И не забывайте, что под видео вы можете найти ссылку на бонус от париматч. Ссылку вы найдете в закрепленном комментарии. Уэфа может заставить украинские клубы и сборную не играть в Украине из-за, сами знаете, какого конфликта. Как сообщает португальское издание Record, Спортинг боится лететь в Киев на матч с Динамо Ю-19 и хочет перенести игру из Украины. Источник пишет, что клуб уже обратился в Уэфа с просьбой перенести игру в страну, находящуюся подальше от агрессивной России, мотивируя это соответствующими рекомендациями правительства Португалии. Правда, как сообщает MetRatings, Уэфа не будет идти на поводу у португальского клуба, а матч между Спортингом и Динамо пройдет 2 марта на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. В то же время официальный сайт Уэфа сменил место проведения между молодежками Украины и Франции. Изначально матч планировался на Славутич-арене, однако матч пройдет на стадионе Арена Львов 29 марта. А что касается нашего чемпионата, то никаких переносов и уж тем более отмен точно не будет. Об этом рассказал в интервью MetRatings генеральный директор УПЛ Евгений Дикий. На данный момент оснований для паники нет, у нас все идет по плану. 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч среди команд УПЛ Минайзаря. Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем, ничего переносить мы не собираемся. Также хочу обратиться к вам, к подписчикам, чтобы вы когда читали чьи-то новости или смотрели чьи-то видео, всегда обращали внимание на источник. Ведь большинство источников нацелено на то, чтобы создавать одну панику. А новость о том, что УФА разрешила Динамо играть на своем стадионе в Киеве, говорит о том, что все нормально и никакой паники не должно быть. В нашей стране все нормально и будет все хорошо. Миланские гранды Интера Милан в летнее межсезонье хотели подписать украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского. Как сообщает итальянское издание Calcio Mercato, спортивному директору Интера Пьеро Аузилио очень нравится игра, которую показывает Малиновский, однако шансов подписать Руслана у клуба не было. Еще перед уходом из клуба Антонио Конте разговаривал с руководством, требуя усилить команду украинцам. Он видел его в схеме 3-5-2. Также Милан выходил на Аталанту с предложением, украинец должен был заменить Хакана Челханоглу, который перебрался в Интер, но Аталанта отказала. Хотя не исключено, что такие новости появлялись, чтобы подписать новый улучшенный контракт, ведь нынешний истекает в 2023 году. Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири перешел в венгерский ганвет, об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Ганский хаффбэк присоединился ко львам на правах аренды до конца сезона. Напомню, что Кадири перебрался в Динамо летом 2019-го из-за Устрии, хотя фактически перешел из тульского арсенала, где играл в аренде. В первой половине сезона 25-летний игрок выступал на правах аренды в Черноморце, где провел 13 матчей в УПЛ. Харьковский металлист в ближайшее время может подписать бывшего игрока португальской Бенфики. Как информируют официальные соцсети клуба, вчера первую тренировку с командой на сборе в Белеке провел парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас Месса. На данный момент он находится в металлисте на просмотре. 29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первые сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду Соль де Америка. Правда, если сравнить его нынешние фото со старыми, то видно, как парагвайц набрал за последнее время пару лишних килограмм. Друзья, ну а я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос. Может ли Игорь Явичевич в случае успеха в Днепре-1 сменить клубную прописку? И если да, где видишь его дальнейшую карьеру? Вообще, несмотря на результаты игру Днепр-1, я считаю, что тренерство Явичевича нельзя назвать как неуспешным, так и успешным. Как по мне, Игорь Явичевич вытягивает с команды какую-то условную норму, и они могут намного больше. Тем более, как я уже раньше говорил, успехи Днепр-1 зависят от нападающего Артема Довбыка. Поэтому главным экзаменом днепровского тренера будет, когда команда выйдет в Еврокубке и останется без Артема Довбыка. И вот тогда будем говорить о его развитии карьеры. Я уже вроде отвечал на похожий вопрос, тогда спрашивали, какие шансы у Евгения Коноплянки-Власки и когда он вернется в сборную. Я считаю так, если Коноплянка хотя бы будет играть в основном составе, не будет там демонстрировать какой-то сверх игры, его обязательно вызовут в сборную. Но проблема в том, что до матчей плей-офф осталось совсем чуть-чуть, и он навряд ли наберет форму, а поэтому он не поедет играть в матчи против Шотландии. Ну и еще один вопрос. На фоне такого серьезного усиления команд из низа турнирной таблицы, есть ли шансы не вылететь из УПЛ у металлиста 19-25? Но для начала я хочу уважить спросить, а что такое серьезное усиление? Потому что игроки, которые пришли в Ингулец, Врух, Львов, Минай, их и близко нельзя называть серьезными. Как можно называть игроков серьезными, которые последний год или пол не играли в официальных матчах? А некоторые и вовсе находились без клубов. Поэтому уж лучше вообще никого не подписывать, как это и сделал металлист 19-25. Ну а что касается Харьковского клуба, то как по мне, они выиграют борьбу за то, чтобы остаться в УПЛ, ну а в следующем сезоне мы увидим долгожданное дерби между металлистом и 19-25. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео!